Доброе утро дорогие друзья, у нас сегодня с вами опять, как мы уже привыкли, культурная страничка и с нами замечательные девушки, две красавицы, наши партнеры Риама.ру, а на самом деле девушек зовут Ольга и Мария. Здравствуйте девчата, расскажите немножко, что, где, как и почему, пожалуйста. Здравствуйте, сегодня расскажем о самых интересных событиях на выходные в Москве и Московской области, также напомним, что полные версии афиши, также самые интересные новости актуальные московского региона, интервью, репортажах, таленты, инфографики можно найти на сайте Риама.ру, видите за жизнь вместе с Риама. Да с удовольствием, вы знаете, мы вообще любим, вообще, мы хороший я человек. Да, пожалуйста, что же интересного у нас проходит в этот уикенд? На этой неделе в российский прокат вышел фильм норвежского режиссера Иакима Триера «Громче, чем бомбы». Так. Эта история происходит в семье военного фотографа, которая погибла в авиакатастрофе. Это очень интересная семейная драма, в которой рассказывается о взаимоотношениях отца и сына, после смерти матери. Я уже посмотрела этот фильм, сходила на премьерный показ, очень советую этот фильм о приоритетах, о том, что важно в жизни, карьера, семья, как это совмещать. Ну вот для вас, Ольга, вы сегодня сидите на работе, что все-таки в приоритете остается? Это сложный вопрос. А, а фильм-то вы говорите? Ну вы же уже посмотрели. Сначала фильм надо посмотреть, да. Спасибо, Мария, сначала фильм надо посмотреть. Да, просто фильм и показан как бы итог того, что ты выбираешь. Ну вы знаете, если кроме шуток, то на самом деле приоритет иногда тяжело найти в жизни. И очень многие люди и на протяжении многих лет ставят для себя какую-то абсолютно не ту цель, когда они вдруг встречают либо своего человека, либо вдруг у них появляется ребенок, либо что-то случается, они говорят, а как же эти все годы я жил. Но слава богу, лучше поздно, чем никогда. Поэтому еще раз, как картина называется? Громче, чем бомбы. Но интерес для нас, например... Как про вас, громче, чем бомбы. Да, потому что речь идет о военном корреспонденте, да, о человеке, который работает в журналистике, в СМИ, да, и насколько работы захватывает, да, и как сложно остановиться. И, кстати, картина еще была участником основной конкурсной программы 68-го Каннского фестиваля по сегментам на Золотую пальму и ветвь. И наград она не получила, не досталась режиссеру и сценаристу картины награды, но критики признали ее как прекрасный образец артхауса. Самое главное, что она уже номинировала, самое главное, что она уже получила какие-то отзывы. И я думаю, что действительно, такие вещи, это поучительного морального характера смотреть стоит. Что же еще? Что же еще? Скорее, скорее. Ну, еще кино на этой неделе на Театре «Иллюзион» проходит фестиваль нового итальянского кино. О, синьора Порто Мадонна, синьора Кипаса, я дам тебе купаться. Да, пожалуйста. В программе фестиваля зажигательные комедии, проникновенные драмы, криминальные, конечно же, фильмы, как же и так. Дон Карлеоне, да, на секундочку. Вот, напротив, пожалуйста. И картины для семейного просмотра. А также можно будет увидеть ретроспективу всемирно известного итальянского режиссера Матео Гарони. Стоит видеть фильм, который участвовал тоже в Каннском фестивале, «Страшные сказки», «История двух сестер, меня зовут Майя», «Драйму», «Знакомство, объявление, первая любовь», «Комедия» пока что все отлично. Все фильмы на итальянском языке с субтитрами. Потрясающе. Кстати, если вы хотите немножко выучить или подтянуть итальянский язык вообще... Или просто опунуться в атмосферу. Да, Италия, она оказывается, да, мы все же помним Данте, да, и он был написан изначально, да, на итальянском. И оттуда это как бы говорят, что, ну, простите, но самый сексуальный голос, вот этот вот язык, я бы даже так сказал. Поэтому вам понравится итальянский язык? Да, но еще много слов мы действительно знаем, да, то есть... Ну-ка, изобразите. Сеньорита, например. Как? Сеньорита. Сеньорита. Обращаемся, кстати, очень красиво и мягко звучит. А она, кстати, я думаю, мы много знаем слов, которые нужно просто... Да, так, подстанить. Белиссимо. Белиссимо, грация, синьорита. Белла Горация. Да, Белла Горация, да, вот когда я устраивался туда на работу, Белла Горация говорит, я тебе дам Белла Горация, иди и работай к русским. Вот, но шутки шутками, что еще нас ожидает, кроме итальянского языка? Фестиваль современной фотографии «Фиксаж» впервые проходит в этом году в Москве. Так. Там можно увидеть работы современных фотографов в различных техниках фотоискусства. Это и репортажи, и макросъемка, и психологический портрет, и жанровое фото. Психологический портрет меня вот больше всего интересует. Что бы, какой этюд вас бы заинтересовал, что такое психологический портрет, что он на себя представляет? Наверное, крупный план слезы мужской лица, может быть, да. Это передача настроения какого-то, да, разных эмоций. То есть это может быть черно-белое, например, фото, которое тебя погружает. Вот это самый вот стандартный, да, кстати, набор, да, вот смотрите, мы сейчас с вами можем выстроить, да, посадить меня в расстегнутой рубахе, поставить граненый стакан, полу огурчика, и вот так сидеть и смотреть. И это будет о многом говорить, либо я рассуждаю, либо я потерялся, либо я в отчаянии, а может быть, просто праздник удался. Ну да, но просто мастерство фотографа еще заключается в том, как вот уловить эмоции, да, передать. Да, да, то есть даже, мне кажется, не в граненом стакане дело, а в выражении лица. А, завелась? Темами первого фестиваля, кстати, станут актуальность, диалог и фотопоиск. Интересно, как это все будет представлено. Там это ведь будет процесс, да, то есть люди будут принимать участие, или они будут только... Нет, это уже готовые работы, но... Также есть еще мастер-классы в программе фестиваля, это в чем можно поучаствовать. Очень важно, кстати. А фишка в том, что это современные художники, да, ну, может быть, начинающие, то есть это не признанные какие-то мэтры, мастера фотографий. Ну, не Уэнди Уархал, да, на секундочку, которая расписала нам машину. Тем не менее, все-таки, я думаю, что сегодня у художников появился шанс о себе заявить, и не надо ожидать, да, знаете, как целую вечность, чтобы потом признали, ах, это картина, та-та-та-ты-дра-та-ты, да. Да, можно же показать как-то все. С наберя акция 350 рублей, а проходит это все в ЦДХ. Вот вам, пожалуйста. Самое важное, Мария Нурвал, 350 рублей в ЦДХ, пожалуйста. Это когда в субботу, в пятницу, в посредине? Это проходит весь уекен. А, вот я и перечислил все эти дни только что. Что же еще нас ожидает? Да, в эти выходные можно посетить фестиваль творческих технологий, который пройдет на ВДНХ. Вот, а, красивый парк, красивый фестиваль, ну-ка, расскажите. Там проведут мастер-классы по кузнечному, гончарному, маловаренному делу. Здесь можно будет почувствовать себя пилотом, полетать на профессиональном авиатренажере, освоить управление гражданским самолетом-истребителем и даже, будто бы, побывать, слетать на Марс, на симуляторе. Ну, вы знаете, кстати, хорошая вещь, потому что это может, может быть, даже в какой-то степени определить вектор профессионализма человека. Может быть, он потерялся, запутался, он сходил вот на эту историю, он понял, он говорит, мама, я хочу в авиационное училище, мне интересно. И вообще это интересно. Ну, этот фестиваль будет интересен детям, конечно же, которым любопытно, как все устроено, да, и они могут посмотреть там. Мне бы тоже было бы интересно на марсоходе, на авиасимуляторе марсоходе, слетать на Марс. Ну, говорят, что... Как в фильме, кстати. Да-да, я слышал такое мнение, что, оказывается, с Марса невозможно улететь. То есть у нас же здесь строится, да, там, Байконур и так далее, т-т-т-т-т-т-т, а там невозможно этому построить, потому что там притяжение очень сильное. То есть фильм марсианин. Возможно, возможно, но не будем утверждать, не будем, это же, опять же, одно из мнений, да, поэтому я думаю, если люди сходят на эту выставку и почувствуют себя кто-то марсианином, кто-то, может быть, пилотом, и так далее, то из этого что-то может выйти. А кто-то Гончаро. Добавила, так мягенько. Еще, кстати, будет мастерская по созданию мультфильмов, тоже можно будет посмотреть. Только так, что можно будет мультипликатором. Мама, я хочу стать мультипликатором. Вот, чуть-чуть поподробнее об этом расскажите. Вот у нас даже Дарья рисует. Дарья, вы рисуете? Поэтому она и молчит. Она вот сейчас. Это будет студия, да, где в разных техниках научат делать мультфильм, расскажут о процессе создания, да, и можно будет что-то и попробовать. Потому что, конечно, в рамках мультфильм-класса невозможно создание. Нет, ну, знаете, намеки какие-то, намеки, и я думаю, что в этом есть своя изюма того, что ты пришел и сказал, а почему нет? Мама, я могу нарисовать мультфильм. Ну-ка, бегите с папой, будем с вас в первую серию. Семья на кухне. Есть же разные технологии, да, там, песок и так далее. То есть, наверное, это проще и это быстрее. И пооригинальный, кстати, поинтереснее смотрится, если в интерактивных шоу программы это можно включать. Да, что еще? Вход, кстати, свободный на фестиваль, но нужна регистрация на сайте ВДНХ. Все у нас в Королеве 10 апреля проведут костюмированный космический велопробег, освященный, соответственно, Дню космонавтики. Вы представляете, как классно, да? Да, здорово. Чтобы участвовать, нужно просто придумать свой костюм. Да, свой оригинальный костюм космонавта. Вы знаете, у меня какой-то есть комбинезон такой, можно еще только сверху там пакет замотать. Пакет, фольгу, фольгу вот так вот. Да, да, вытянуть, что это за звездочок. Ну, вот, пожалуй. Когда это будет у нас? 10 апреля? 10 апреля, да. Притом старт велопробега намечен в Королеве на площади Гагарина, а там решится все в Москве. У ракеты ВДНХ. То есть, как говорится, приехал в Королев, а оказался на ВДНХ. И вновь опять на мастер-класс в мультике. Да, и побежал. Прямо в костюме. Прямо сразу же, да? Да, с пакетом на голове. Лови мужика в пакете, да? На Марс. Да, на Марс. Кстати, сел на Марс. На Марсах. Да. В общем, мы юмористы такие прям, будь здоров. 1 апреля прошло, а мы все шутим, да шутим. Да, что еще у нас интересного? У нас театральный сезон подходит к концу. Но, несмотря на это, можно еще сходить на самые классные спектакли в Московском регионе. В том числе, это спектакль «Весна» в Губернском театре по рассказам Наталья Задорнова. Потрясающе. На тему весны, конечно же. Ну, это... Изменения. А что они там раскрывают, кстати, в этой теме? Это история о нерешительности, о любви, конечно же. Как знакомиться? Здравствуйте, я Паша. И убежал. Главный герой, он был влюблен в девушку, но не решался много лет к ней подойти. Представляете? Ездил в метро каждый день с ней. И вот однажды весной... Она думала его преследовать. Придется, за мной все время какой-то какой-то мужчина. Ему уже 40. И мне уже, и я уже не ребенок давно, что он ходит. С тобой ходит? Да, да. В основе спектакля, кстати, три рассказа Задорнова. Первый – «Тамбур», «Замечательный день» и «Молодые». Интересно, они все совмещены. Так, вроде маленькие коротные плашки, которые идут одной линией, да? Да, одна линия, да. Линия одна, да. На билеты про утро, так и про две. Кстати, у меня-то вопрос к вам самый актуальный. А вы как реагируете, когда с вами знакомятся в парке? То есть вы симпатичные девушки. Ну, вдруг вот вы идете, и вдруг какой-то поводой, что здесь «Здравствуйте, можно с вами познакомиться?» Полиция ГУВД такого-то района. Как вы реагируете? Славик, как реагирует? Ну, бывают разные ситуации, да, в принципе, нормально. Ничего такого. Ваш номер телек? Ну, это очень редко. Если он, конечно, не с пакетом на голове, не с торчащим. А может, и на волосемене. А-а-а-а, где здесь марсиане? Ну, мне кажется, знаете, вот когда была такая фишка «Я в метро не знакомлюсь». А вы знаете, что некоторые достойные люди ездят в метро, чтобы просто в команду в свое время? Ну, не успевают они. И вдруг он увидел. Ну, вот он говорит, как вас зовут? «Я в метро не знакомлюсь». Ну, смотрите, у меня тут… Я вот не знаю таких девушек. Что это вы все за девочки? Да. В метро не знакомлюсь. Вы знакомяты. Прямо-то сама, совсем. Ну, у меня никогда не было такого предвеждения, что я не знакомлюсь в метро. Или там, я не знаю. Тем более век социальных сетей. Вот. Знакомство на улице – это же… Это классно. Просто необычно уже. Да, да, да. Уже необычно. Давайте поговорим мне через телефон. Ну, да ладно. Бог с этими знакомствами, каждому свое. Это у нас все на этот уикенд. Все, да. Я очень хочу напомнить, что у нас эти выходные, прогнозом синоптиков, практически по летнему, теплая погода, как в конце мая. Обещают до 20 градусов. Поэтому все идем гулять. Парки. Отдыхать. Да. В парках, я думаю, будет уже очень красиво, очень тепло. Так что всем детям. Очень много парков обновляется, на самом деле, и в Москве, и в Подмосковье, и много для этого делается. Действительно приятно ходить, отдыхать, и приятно просто элементарно выйти там, я не знаю, своей семьей или с друзьями, и просто подышать воздухом, или покататься там на роликах, не роликах, и поучаствовать во всех вот этих вот интересных. Потому что сегодня жизнь насыщена культурными событиями, и человек может долго не искать досуга, а зайти на риама.ру и увидеть всю информацию, и пожалуйста, да. Полная версия афиши. На секундочку. Все самое интересное, актуальное, да. Все-таки дожала Мария. Ну что ж, дорогие друзья, с весной мы вас поздравляем, девочек, благодарим вам, хороших выходных, не стесняйтесь знакомиться на улице. И не сидите дома. И не сидите дома. И не сидите дома.